Всем здравствуйте, с вами на связи Елене Монтиаду и я приветствую вас на своем канале. Если вы смотрите этот расклад, значит предположительно, что сегодня пятница, если только не прошло много времени, да, и я записываю для вас расклад на тему взаимоотношений. Тема сегодняшнего расклада будет незавершенные отношения, этот расклад предназначен для разбора отношений, которые находятся в некой стагнации, да, когда непонятно, что происходит, в принципе теоретически можно сказать, что он подойдет к любому, к любым отношениям, даже те, которые развиваются, но вот сегодня просто хочется сделать акценты именно для тех людей, когда непонятно, да, есть между нами отношения или нет, завершили мы или нет, поставим мы какую-то точку или нет, когда ничего вообще не развивается, вроде бы типа отношений есть, а на самом деле их нет. Вот, сегодня мы с вами это проанализируем, данный расклад взят из книги той школы, где я училась у Анастасии Шучалины, немножечко я изменила вопросы, будет действие вопросов. Как правило, расклады на отношения, это всегда на одну позицию, и суть заключается не в том, чтобы полностью вам расклад подходил 100% или нет, а какие-то моменты, какие-то аспекты, возможно, вы услышали для себя и задумались. В принципе, на это и направлена вся эта идея о том, чтобы услышать то, что вам вынесло, и задуматься, да, наверное, посозерцать немножечко, почему меня это зацепило. Но прежде чем я начну расклад, я хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, скорее всего, даже не за сами комментарии, а именно за тот формат, которым вы пишете. Я имею в виду о поведении, о вежливости, о поважении, нету резких грубых высказываний, даже если это очень эмоциональное состояние, ваши переживания, вы пишете очень тактично, меня это радует, потому что это является уровень, наверное, какого-то воспитания, да, какой-то культуры, я так понимаю, судя по этому, какой возраст людей, которые меня смотрят. Это очень, ну, для меня это очень ценно, что люди могут высказывать свою точку зрения без оскорблений, без унижения даже в адрес своих каких-то прошлых партнеров либо тех людей, которые причинили вам боль. Это для меня очень важно, на самом деле. То есть уметь красиво высказывать свою точку зрения, даже если присутствуют какие-то эмоциональные аспекты, они очень приятные. И напоминаю также про пятничную акцию, первую и третью пятницу. Если у вас есть вопросы, вы хотите получить от меня, но не на консультации, а в течение 10 минут по WhatsApp, вы можете присылать заявки, да, первая и третья пятница. Вообще любая информация обо мне, мои контакты, мои услуги всегда есть в описании, не под любым моим видео, и также не забывайте список раскладов, которые у меня есть уже, тоже есть ссылочка на этот список в описании под этим видео. Заходите туда, смотрите, какие расклады есть, да, какие темы вы еще не посмотрели, и у вас есть возможность перейти в данный плейлист и посмотреть этот расклад. Потому что обычно, когда раскладов много, да, и мы все ценим свое время, нам не нравится копаться долго, мы хотим так, нажал, посмотрел, пошел дальше. Ну вот, все очень быстро и все очень поверхностно, вич нашего времени. Ну, это моя существенная оценка, у вас может быть свое мнение. Итак, как говорится, антураж я сегодня сделала, и свечка, и благовоние прям пахнет цветами. Вот, я очень люблю запахи, поэтому сегодня вот так. Итак, мы с вами приступаем. Вступление есть. Незавершенные отношения. Что сейчас, да, происходит между вами? Сигнификатор ситуации вашей. Ну, вот я говорю, несовершенные отношения, и сразу выпадает 12-й аркан Папешина, да, когда не совсем понятно, действительно, поставлена ли здесь точка или нет. Ну, здесь такое ощущение, что один из партнеров, именно один из партнеров, да, такая ситуация, когда один как будто бы пожертвовал чем-то и висит, да, в какой-то неопределенности, в ожидании того, чтобы на него обратили внимание, а другой как будто бы занимается, да, своей жизнью, там, своими какими-то делами. И вот сказать, что между вами ничего нет, тоже нет, потому что вы вроде бы и близко, но в то же время как будто бы в одном поле, да, то есть поле между вами, оно сформировано. Ну, с другой стороны, есть вот какое-то такое расстояние, не совсем понятное. То есть непонятно, что происходит. Вопрос одного из партнеров в том, что вот это вот жертвоприношение, да, это даже, знаете, не совсем манипуляция, но здесь как-то был какой-то шаг того, что я не знаю, с чьей стороны, я отойду, я отойду в сторонку, я, возможно, пожертвую какими-то своими эмоциями, да, и я посмотрю, что будет происходить. Но дело в том, что здесь ситуация достаточно долго зависла, как-то вы не рассчитывали, что это будет так долго. Так долго в плане того, что вот здесь возможно даже и нет общения, но здесь действительно неопределенность ощущений, неопределенность. То есть точка здесь не поставлена, сто процентов, даже если вы, допустим, себе в своей голове сказали там, что вот я даю какой-то временной период, и если потом этот человек не появится, то я поставила точку, нет. Здесь дело в том, что вот у вас такая как будто бы направленность на эти отношения, а у партнера направленность на какие-то свои собственные дела. Знаете, вот такое ощущение, что он больше сфокусирован на профессиональной своей сфере, либо на каком-то своем развитии, очень много ведет переговоров, да, где-то коммуникация с единомышленниками, да, если он, допустим, там развивается, да, где-то чему-то обучается. Либо это профессиональная сфера, да, где есть тоже очень много переговоров, но при этом, знаете, здесь такое ощущение, что он держит вас в поле своего внимания, но при этом напрямую не концентрируясь. То есть это, знаете, когда вот вы находитесь, например, в комнате, такое ощущение, что кто-то присутствует, да, вот вы смотрите по сторонам, вроде бы никого нету, но присутствие человека есть. Вот у него здесь примерно точно так же. А вы направлены в его сторону, да, то есть он вас как будто бы боковым зрением отслеживает в своем поле, а вы полностью направлены в его сторону, но ситуация, по которой вы воспринимаете на данный момент, она немножко перевернутая. То есть либо у вас не хватает полностью всей информации того, что сейчас происходит, либо вы ее воспринимаете немножко в ином формате. Да, здесь нету развития этих отношений на самом деле. И опять-таки я могу сказать, что здесь вообще взаимоотношения, они какие-то однобойки в контексте того, что интересно пока одному из партнеров, то есть у одного партнера как будто бы есть своя жизнь, но при этом вы где-то присутствуете, да, где-то сзади в мозжечке, да, если так можно сказать, да, в задней области на подкорке, а вы полностью как будто бы вовлечены в этого партнера своим вниманием. Я не говорю, что вы что-то делаете, да, здесь вообще действий никаких не происходит, но вот ваша вовлеченность. И здесь получается так, что какое-то, вы знаете, вот в отношении какое-то неравенство, я бы так сказала, женщина как будто бы стоит на высоте, такая, знаете, достаточно целостная, с высокой самооценкой, не буду сказать, что она завышенная, да, знающая себе цену, давайте так скажем, да, понимающая много чего, достаточно такая энергетически наполненная, вот. Та, которой нравится развиваться, четко понимает, что она хочет, как она хочет в своей жизни, а вот как будто бы партнер, в данном случае мужчина, да, то есть если вы мужчина, значит, это вы, речь идет именно о мужчине, а он как будто бы не дотягивается до нее, ему, здесь вот как будто бы разница, возможно, в развитии есть, да, то есть она больше как-то вот духовно развита, по крайней мере, ей это интересно, а партнеру он старается дотянуться до нее как-то, и не получается, ему непонятен ее мир, ему непонятно вообще вот это вот создание, тем самым оно одновременно, с одной стороны, ему любопытно, интересно, потому что она ему непонятна, а с другой стороны, ему нужно прикладывать усилий, и для того, чтобы вот как-то пойти в это развитие, ему это тяжело, ему это, по крайней мере, на данный момент тяжело, что еще происходит между вами на сейчас, ну вот здесь, знаете, здесь как будто бы, если не опыт, то один из двух точно зализывает какие-то свои раны, либо это раны ваших взаимоотношений, либо это раны какие-то прошлого, здесь и должно, у кого-то происходит какое-то душевное, знаете, такое залечивание своих собственных ран, и я бы сказала, какое-то такое, знаете, некое уединение, но не с точки зрения вот отшельничества, да, какого-то затворничества, а именно с точки зрения, я хочу вот пожить немножечко, знаете, вот какой-то земной такой жизнью, да, материальный, кто-то полностью, могу сказать, погружен как раз-таки материальной своей жизнью, заботами, может быть, возможно, даже и оба, но мне кажется, что здесь все-таки больше проигрывается вот мужской такой аспект, да, когда я хочу приумножить свои блага, я хочу, да, акцент идет здесь больше на на некую такую остановку, да, желание переключиться, вот как будто бы кто-то из партнеров хочет переключиться с отношением именно на профессиональную сферу, и поэтому, возможно, вы оба, и здесь получается так, что сейчас мы ничего не будем делать, либо ничего я не буду делать, говорит один из вас, вот, не хочется немножко так отдохнуть, да, знаете, вот когда выезжаешь на пикник, ни о чем не думая, наслаждаясь жизнью, здесь не про радость, а здесь вот именно про переключение, поэтому и идет остановка на данный момент. Давайте посмотрим, вследствие чего образовалась данная ситуация, вот такая, ну, выпадает великий аркан справедливости, вследствие чего? Вследствие того, что был какой-то шанс, но этот шанс не был использован, не был использован, и произошла такая, знаете, остановка для того, чтобы все взвесить, для того, чтобы, возможно, принять какое-то решение в контексте именно вот этого вот шанса, стоит ли мне брать этот шанс или нет. Здесь была какая-то вот возможность такая, достаточно продуктивная, но здесь, я не знаю, либо оба партнера, либо один, мне кажется, что все-таки больше склоняюсь к мужчине, было такое, знаете, вот состояние, что мне нужно пересмотреть всю ситуацию, но нужно сделать этот раз как-то все по справедливости. И вот на эту справедливость ушло много времени, и человек как будто бы завис, и здесь ничего не происходит, потому что не видит выхода. То есть вот это вот взвешивание, оно не приводит ни к чему, вот рассматривание деталей, да, даже в мелочах, все за, все впротив, как было раньше, как будет сейчас, вот к этому балансу как-то человек не может прийти. с одной стороны есть перспективы, а с другой стороны как-то не очень-то и хочется. Почему? Потому что здесь идет зависание в зону комфорта, какое-то, знаете, вот удобство, я не хочу выходить из, да, я не хочу разрушать, я не хочу разрушать привычный слой какой-то устой, то есть меня все устраивает. А здесь для того, чтобы взять этот шанс и пойти дальше развивать отношения, надо было рушить. Здесь должны были произойти разрушения. Ну, во-первых, здесь человек понимал, кто-то из вас, что здесь нужны официальные, более стабильные отношения. Человеку как-то не очень не хотелось. Человек хотел находиться в некой такой стабильности, в комфорте, хотел находиться в том, к чему он привык. Даже, знаете, когда я несу ответственность только за себя. И даже я ее, возможно, не несу, а живу просто так, как мне нравится. И вот это вот нужно было разрушить. Вот это, вы знаете, какое-то апатию. Возможно, здесь ваш партнер, ну, один из двух, давайте так поговорим, потому что я не знаю, кто именно, один из двух вошел именно вот в это вот состояние присущения. Как будто бы эмоции мне уже надоели, эмоции мне уже присытились, я уже не получаю вот всю вот эту вот, весь эмоциональный аспект, всю гамму, красу, которая была ранее. И я хочу уже что-то другого. Но пока что именно я не могу определиться. А если у меня не будет эмоций, то вот эта вот серьезность, она мне не нужна. Поэтому здесь человек как будто бы зависит. Он вроде бы хотел какой-то легкости, но это его уже присытило. То есть, в принципе, все его эмоции, они достигли какого-то апогея, и уже стало невкусно. Уже эти эмоции не дают того насыщения. И здесь человек как будто бы паник. И он понимает, что вот из-за того, что нету этой легкости, нету вот этих эмоций, которые его ранее наполняли, чувств те, которые кому нужны. Я уже понимаю, что события развиваются таким образом, что нужно уже идти дальше. Более такое, знаете, серьезность, что ли, ответственность. Здесь надо уже по справедливости поступать по отношению к другому партнеру. И мне не хочется разрушать себя. И поэтому вроде бы слишком манкое то, что я хочу с одной стороны, так думает партнер, а с другой стороны, и себя-то не хочется разрушать. И человек завис вне принятия решения, в неком таком завешивании. И вот вследствие этого произошло вот такое вот зависание. В чем корень проблемы с создавшейся? Ну, в принципе, мне кажется, я уже рассказала, но все равно. В чем же корень этой проблемы? В том, что очень долгое время один из партнеров, либо вы оба, не можете переродиться в нечто такое, какой-то вот естественный переход. Знаете, вот как будто все развивается, развивается, а развития как такового нету. Ну, то есть, допустим, прошли уже конфетно-букетный период, уже вроде бы серьезность должна появиться, а ее все никак нет, да? И все вот никак не разводится эта бабочка из своего кокона. Все никак не получается. Все, знаете, как будто бы мы очень долгое время друг за другом наблюдаем, но это обязательно, это как будто, вы знаете, вот думаем друг о друге, смотрим друг, интересны друг другу, но вот как-то к серьезности не приходят, да? Нету, нету долгосрочной, может быть, это даже и отношения, но они как-то вот не не переходят на другую стадию, да? Интересны друг другу, но вот дальнейшего движения нет, да? Здесь должна пройти смерть для того, чтобы выйти в шестерку мечей, то есть здесь должно быть вот этот вот естественный процесс перерождения, он не происходит. И он даже до сих пор не происходит. Здесь человек, даже, вы понимаете, не то, что ему паузу взял, он просто завис взвешиванию, то есть в один день я могу проснуться, здесь от партнера, кажется, мне зависит вся ситуация, а не только от вас. Поэтому вы в зависшем состоянии, в самом начале по повешенному, я сказала, а партнер, как бы он живет своей жизнью, у него там все есть, да, все нормально, там работа, вот, и периодически он как-то вспоминает, но он не может взять ответственность на себя. Почему он не может это сделать? Потому что он боится своих собственных чувств. Потому что ему непонятно. Это человек, который не готов, знаете, человек, скорее всего, не то, что не готов, он не понимает чувственного аспекта. Это человек, который не знает своих чувств, никогда не чувствовал. А тут, знаете, ну действовал по другому сценарию, а тут его накрыли чувства, тут его накрыла любовь. И вот это вот непонимание того, что с ним происходит, его немножечко пугает, знаете, вот какой-то, во-первых, ватсу не понимает, а во-вторых, чувств своих не понимает, а накрыло его так это, знаете, неплохенько, неплохенько, и он понимает, что что-то должно произойти, какие-то перемены, а перемен-то ему и не очень-то и хочется на самом деле, либо он не готов, либо он не хочет. Хорошо, давайте посмотрим, какой урок усваивает партнер в вашей ситуации. Так, какой урок партнер? Ну, он здесь учится делать выбор. А знаете, учится делать выбор, слушать себя и оставлять свое прошлое, потому что здесь человек как-то, возможно, в какой-то степени вы друг друга себя изеркалите, сейчас я посмотрю, но мне здесь кажется, что что-то убегание некое от принятия какого-то решения, это так человек раньше действовал, и он привык к этому, то есть когда не я решаю, и даже не другой человек решает, а как будто бы ситуация сама-сама, сама собой разруливается. Но в вашем случае человек наткнулся на достаточно такую сильную женщину, очень мудрую, с интуицией, если вы женщина, если вы мужчина, то здесь получается, что вы, возможно, наткнулись на такого человека, не совсем понятно. И здесь человек живет в прошлом, в прошлом, для него это понятно, это известно, и в новое ему сложно идти. Сложно идти, есть знания, конечно же, есть опыт. Человек далеко не глупый, но он еще, ваш партнер, он совсем юн, именно в понимании, по отношению к вам, давайте так скажу. Вы намного зрелая личность внутри себя, нежели он. И здесь есть достаточно сильная привязка между вами, скорее всего, даже вашего партнера к вам, и он не понимает, что именно вас связывает. И поэтому сделать выбор не может. То есть он и отвязаться от вас не может. И с вами как-то развивать то же отношение не может, потому что ему надо себя рушить. И здесь получается, либо я себя рушу, либо я ухожу и иду в те понятные сценарии, которые у меня есть, и уйти я не могу. То есть здесь такой достаточно серьезный урок, когда и с вами нет, и с вас плохо. И вот человек должен научиться делать правильный выбор. Правильный выбор сердцем. Здесь человеку нужно понять, а что же вас объединяет. Здесь очень глубокие такие две башни выпало. Глубокая такая ситуация разрушения. Разрушение и колесо фортуны. Некого такого фатализма, о котором я говорила, что человек полагается на судьбу. Но здесь он понимает, что судьба вас связывает. Почему, зачем? Нету понимания. Но он знает, что вы не случайный человек в его жизни. Случайно от вас. И так, знаете, по желанию воли не получится. Человек умеет управлять своими эмоциями, но у него не получается отвязаться от вас, вы постоянно находитесь внутри него. Как я говорю, ваше присутствие, как говорила ранее, оно есть. Оно всегда есть. Он его ощущает. Но выбор сделать не может. Потому что ему нужно разрушить. Вот это, знаете, какую-то цикличность, которая присутствует. Вот он ходит по одному какому-то кругу. И ему понять. А этот круг непосредственно связан с его удовольствием. То есть здесь человек достаточно эгоцентричен. И хочет жить в своем удовольствии. За этого, конечно же, порицать нельзя. Но пара-то он не может создать. Почему? Потому что сфокусирован больше на себе и на том, что хочет он. А урок его как раз-таки на то, что в паре должно быть партнерство. Не нужно прислушиваться и учитывать мнение своего партнера. Здесь этого человек не может, не умеет и не знает. Плюс ко всему у него проблемы с эмоциональным полом. Потому что он не умеет. Не умеет работать со своими эмоциями. Даже не с эмоциями, а с чувствами. Эмоции он может контролировать. Но с чувствами он не умеет работать. И вот эта вот волна накрывает, и он теряет, как будто теряет себя. Поэтому ему легче отказаться от эмоционального плана. Но отказаться от вас он не может. Потому что здесь высшие силы сказали, что ты не сможешь развязаться пока. То есть вот этот человек должен тебя научить быть в паре, быть в партнерстве. Перестать цикливаться на себе, на своем удовольствии. Разрушить вот этот вот сценарий. Эмоциональные закрытости даже. Здесь вы как будто бы учитесь человека, вы его провоцируете на какие-то чувства. А он не хочет, он сопротивляется. Он не хочет вам говорить о том, что он чувствует. Что с ним происходит. Потому что чувствует он себя как юнец. Как паш. Не совсем понимает, что ему упало в руки. Что за сюрприз такой. И вот учит его как раз таки по чувственному аспекту. И умение делать выбор, правильный выбор на основе своего сердца. А он сердечко свое не хочет слушать. Какой урок вы должны усвоить в этой ситуации? Вот у вашего партнера, раз, два, три, три великих аркана выпадают, у вас нет. Здесь в принципе я могу сказать, что вам это урок усвоен. Им-то нет. Ваш урок научится переходу на другой уровень. Вы как будто бы уже достигли того, чего вы хотите. Вы парите. Как-то знаете, вот настолько самодостаточность у вас присутствует, что вы уже четко знаете, что хотите, как хотите. У вас есть свое понимание мира. Вы как будто бы живете в своей вселенной. Я не говорю о том, что это иллюзовное, но у вас есть свой мир, да. У вас есть какие-то свои ценности. Вы их понимаете, вы их осознаете. Вы уже готовы к переменам шагнуть в абсолютно новое, да. Перейти на другой уровень. Партнера у вас еще нет. И вы должны понять для себя в этой ситуации, что пришло время перейти на другой уровень. Что как будто бы вы ведете здесь партнера. Но вы почему-то, почему-то находитесь здесь в таком состоянии, как будто бы... Если ваш партнер зависает в прошлом, да, в своей закрытости какой-то эмоциональной, и не раскрывается, и не идет дальше, то вы тоже как будто бы это прошлое не оставляете. Здесь даже у меня такое ощущение, что вы этого партнера уже не... Именно партнера не оставляете. У него как будто бы он вам в своей жизни не оставляет прошлое, а вы как будто бы не оставляете. То есть вам нужно выйти уже на другой уровень. Уже пойти в нечто новое, да, в какие-то новые свои эмоции. Здесь такое ощущение, что у вас уже новая жизнь, да, вы к ней готовы, а вы пока этого не делаете, как будто бы еще ждете, да, что там решит ваш партнер, да. Здесь еще есть какая-то тайна, присутствует непонимание. Я еще не все понимаю, я еще не знаю, куда мне идти, как мне переходить. Да, я чувствую интуитивно, что что-то новое меня ждет, но что именно этого нового, я пока не знаю. Но вам нужно двигаться здесь дальше. Это ваш урок. Страшно. Здесь присутствуют страхи. Страхи того, как-то вот вы себя накручиваете, но не в контексте. Знаете, вот вы боитесь в этих отношениях, да, как раз таки коммуникации. Если ваш партнер учится в этих отношениях чувственному аспекту, то вы в этих отношениях учитесь именно коммуницировать, общаться. Вы боитесь разговаривать, вы боитесь говорить человеку свою точку зрения. Что вы думаете? Почему? Как будто бы, знаете, вот вы намного мудрее, более опытнее своего партнера, потому что Ярофант и Верховный Жрица говорит о человеке, знающем, ведущем, да. Но проблема здесь именно в коммуникации. Вы можете его чувствовать. У вас есть связь именно на духовном уровне с данным партнером. Есть такое ощущение, что, знаете, вы его чувствуете, а вам даже говорить с ним не нужно, потому что вы понимаете, что с ним происходит, даже на расстоянии, как. Ну вот, но здесь нарушена коммуникация, вы не можете договориться, страшно, страшно общаться. А в чем именно страх? Вот вам страшно слушать свое сердце и открывать сердце человеку, понимаете? Потому что сердце ваше, оно изранено, вы боитесь боли, поэтому вы, здесь встает вопрос оценки, да. Вы как будто бы, либо боитесь оценки, что вас не оценит этот партнер, либо вы боитесь, что оценит вас, ну, вас не наоборот недооценивает партнер. И поэтому вы как будто бы под него подстраиваетесь и тем самым не говорите то, что у вас на сердце. То есть вы убаиваетесь раскрыться, довериться этому человеку. И вот ваш урок в отношении партнера в данной ситуации, он связан именно с этим. Этот урок вы должны пройти с партнером. Вопрос доверия, вопрос открытия сердца, страха, коммуникации. Не бояться идти и говорить о том, что вы хотите, как вы хотите. Вы боитесь получать удовольствие, наслаждение в этих отношениях. Я могу сказать, что как будто бы вы не на 100% полностью ощущаете себя. А вот партнеру нужны эмоции, да, вот он наполняется. А вы им уже либо вообще, либо уже не даёте вот этих эмоций, не раскрываетесь. Потому что нету обратных чувств со стороны партнёров. Но здесь такое ощущение, что вот действительно две вселенные, каждая сама по себе, но при этом вы как будто бы параллельные. Вы как будто бы пересечься между собой не можете в своих уроках. Как две линии параллельные. Но при этом и отпустить вас, я прошу прощения, но мои глаза восстанавливаются до сих пор. Ну а и отпустить друг друга вы как будто бы не можете. Вы, знаете, здесь такое ощущение, что у вас идёт развитие параллельное. У него своё, у вас своё. Но при этом вы не врозь, но вы ими вместе. Очень интересный момент. Давайте посмотрим, какой кармический урок вашего союза. То есть, что вам нужно усвоить обоим. Кармический урок. Здесь урок вашей души. Вот ваши души выбрали. Действительно, здесь кармический урок души. Вы как будто бы... Оба, да? Вам нужно научиться слушать себя и идти как-то по зову своей души. Я же говорю, вот вас зовёт и его зовёт. А вы как-то пересечься не можете. Почему? Потому что здесь вам как будто бы уже знаете, не верите в то, что прошлое, которое было между вами, что оно может снова как-то воскреснуть. Такое ощущение, что вот то, что было в прошлом, да, оно уже остаётся, а в новом вот ни вы, ни он не видите никаких перспектив. Что-то это там такое есть, но это вот какое-то далёкое такое, да, манящее, но вряд ли достижимое. Вы как будто бы оба не верите. Вы знаете, здесь даже не в изобильности, а дело в том, что вот как будто бы ваш урок был специально создан для того, чтобы на ваше слияние. Чтобы вы в конечном итоге оба слились, но уже как целостные личности, умеющие договариваться между собой, обменивающиеся чувствами. И здесь получается так, что смотрите, у вас произошли какие-то перемены внутри, и ваша энергия, которая раньше была более агрессивная, мужская, янская, она стала более мягче. А у партнёра как была инская энергия, женская, мягкая, так она вроде и осталась, то есть она не перешла на мужскую, то есть не раскрылась. Здесь суть заключается вашего урока в том, что вот эти вот две энергии, они должны были слиться. И вот когда произошёл бы действительно настоящий союз между вами, союз душ, тогда бы у вас произошло, знаете, вот союз, вот это вот партнёрство, оно бы было очень-очень плодородным. Плодородным, вот если это мужчины, то это финансовый аспект. Вы друг друга учили, да, вы друг друга, для друг друга являетесь учителями. Но чтобы это случилось, у вас должны были быть потери, да, либо вы друг друга должны потерять, и тем самым научиться ценить именно партнёрство человека, не контекст, что я вот в отношениях, а именно понять ценность друг друга. И также здесь перестать, вот это, знаете, за первенство здесь идёт борьба, да, кто главнее, кто важнее. Вот этого тоже должно было потеряться. То есть здесь такое ощущение, что вот в этих отношениях вы как будто бы должны потерять своё вот это вот эго. А действительно слиться, то есть здесь задача вашего урока по-настоящему душами слиться, не каким-то мастерством, в оба сильные две личности. И вот тогда ваш союз бы был плодородным. Хорошо, что же вы привносите в эти отношения, и чему вы учите партнёра? Вы его действительно учите? Вы его действительно учите, потому что вы был маг. Человек, который, вы его обучаете знаниям касательно того, что же есть иллюзия, а что же есть реальность. Вы ему даёте вот это вот ощущение чего-то чистого, такого, знаете, вот достаточно возвышенного и духовного. Учите также своего партнёра решать сложные задачи, не убегать, а именно решать их. Вы ему передаёте знания, передаёте, знаете, вот показываете скорее всего, что значит сила воли. Я же говорила, вот вы ему мужские качества какие-то передаёте, потому что у него всё-таки природа больше женская. Вот эти вот принимать решения, брать ответственность, да, именно такое ощущение, что вот ваши беседы, которые были, они были, вот вы его действительно чему-то обучали, что-то рассказывали, что-то говорили. Но у вас было вот это вот соединение на уровне того, что, знаете, вот что-то такое родное. Вот вы ему как-то, знаете, может быть, напоминали кого-то человека из прошлого, либо из прошлой жизни даже, да, либо с его детства. Вы ему, его вот на этой основе, на этой почве, да, как будто бы сошлись, и здесь вы его обучаете чистоте, того вообще, как можно выстраивать отношения, как можно развиваться без каких-либо, ну, знаете, вот без манипуляций, да. Вот как можно вообще, давай по-чистому, давай вот по-другому. Вот показывали, что манипуляции, они уже ничему не приводят, да, что это не есть совсем хорошо. Учили его общаться как раз-таки по-другому. Помните, у вас здесь вопрос с коммуникацией как раз-таки есть, и вы с ним это проживали. Что партнер привнес в ваши отношения, то есть чему он у вас научил? А партнер вас учил некой такой легкости, да, вот вы закрывались вообще на самом деле от партнера, от действительно какого-то партнера. Помните, я говорила о том, что вам сложно открыться, довериться, и вот вас как будто бы партнер провоцировал на то, чтобы вы ему доверялись, чтобы вы ему открывались. Именно своим характером он показывал как-то, вот здесь вот сто процентов как-то вот зеркалится друг друга. Партнер вам здесь показывал, насколько можно, у вас есть знания, насколько можно расширить эти знания. То есть вот как-то своим, возможно, поведением, возможно, беседы ваши были такие, которые давали возможность подумать, да, задуматься о чём-то. Действительно убирать рамки, границы. С чем были связаны ваши границы? А вот ваши границы, смотрите, вы его учили не манипулировать. Он вас учил перестать хитрить, перестать обманывать, перестать манипулировать сексом. Вот вы как-то давали то, что ему страсть, вот эта, которая ему нужна была эмоциональная, в том числе и сексуальная. И он вас учил, что нельзя выстраивать отношения, но не приводит ни к чему хорошему отношения, которые выстроены исключительно на сексе. То есть когда ты выстраиваешь отношения именно на сексуальном аспекте, да, ты самостоятельно попадаешь в свою ловушку. Какую ловушка? Что в какой-то момент ты захочешь дальше развития отношений, а отношения не будут развиваться, потому что они изначально выстраивались по лёгкости, по дыроку. И он учил вас тому, что если вы хотите отношений, действительно, в том числе и серьёзных отношений, никогда нельзя выстраивать отношения без почвы под ногами. То есть не на лёгкости, не на какой-то такой, знаете, на каком-то беседе, а потом через какой-то период мы вдруг решили, что у меня есть чувства, да, и я хочу что-то серьёзного. Нет, изначально их не было. Изначально всё было выстроено вот как-то по какой-то такой лёгкости, взбалмошенности, что ли. Ну, по дурости, да, и вот здесь где-то непосредственно после того, когда выпала, ваша страсть появилась к вашему партнёру, вы как будто бы попали в собственную ловушку. И партнёр вам это как раз-таки и показывал, что не выстраиваются отношения нормальные, серьёзные, да, вот союз. Нельзя выстроить отношения, да, а сексуальный аспект, он важный, он значимый, но приходит после того, когда вы уже доверяете партнёру, потому что вы его уже знаете, у вас идёт единение на уровне души. А здесь произошло иначе. Сначала в аспекте тела, секса, и только потом вдруг появились какие-то чувства, а партнёр уже этого не хотел. То есть что-то серьёзного он не хотел, вначале мы это и видели. Возможно, изначально партнёр хотел только сексуальных каких-то отношений, и здесь, видимо, было согласие, а потом в процессе появились чувства, на которые попались оба. И развивать уже отношения, которые от собой не имеют почву, не получилось. Нужно было эту почву создавать. И вот здесь вот на этом произошла та и загвоздка, что ни один, ни другой не захотели создавать эту почву. Что вам нужно избегать в отношении партнёра? Давайте посмотрим, что же вам нужно всё-таки избегать в отношении партнёра. Вы знаете, здесь вот ваш партнёр, да, я же говорю, у него как-то вот что-то с эмоциями, с эмоциональным аспектом, он, сердце у него как будто бы, знаете, замёрзло. Он его специально застудил. И он ушёл как будто бы в серые будни, не придавая значения. И вам говорят, не надо развивать эти отношения. То есть я могу предположить, что не нужно совершать никаких действий, пока, скорее всего, человек сам не решит, что ему нужно сделать. Потому что он ушёл и свои чувства, он их просто заморозил. Не то, что их нету, он их просто заморозил, осознанно это сделал. И как бы ни кричала его душа, он на неё пока не обращает внимания. И поэтому развития никакого не происходит. Поэтому вам говорят, что пока в отношении этого партнёра ничего не нужно делать. Не надо понимать никаких решений, не надо ничего развивать. Потому что сейчас такое ощущение, что в душе партнёра самая тёмная ночь перед рассветом. Вы даже, что бы вы ни делали, он вас, по-моему, и не услышит. Луна, она говорит о какой-то туманности, когда человек, знаете, он живёт в своём каком-то мире, в своих переживаниях. И до него вообще не достучаться. Да. У него есть свои собственные страхи. Страхи касательно того, что всё в ваших отношениях уже завершилось, и их нужно обновлять. Но человек осознаёт, да, что нужно двигаться дальше. Но он пока ничего делать не будет. Пока он делать не будет и брать ответственность за вас не будет, он ушёл в работу. Ему сложно. Этот аспект ему даётся. Это какие-то, знаете, вот давние детские травмы здесь вышли по Луне, связанные непосредственно с женщиной. С образом женщины. У него здесь вот травмы, а не только с вами. То есть то, что произошло, причина была не вы, не надо себя винить. А причина была в том, что мужчине нужно проработать. Ну, то есть партнёра, да? Если здесь смотрит мужчина, значит, это женщина. Партнёру нужно проработать вот этот вот аспект его чувственный. Потому что здесь есть какая-то травма родительская, непосредственно связанная с женским образом, связанная с чувствованием. Что здесь за травма? Да, здесь человек не может сам с собой договориться. Здесь человек не может найти гармонию с самим собой. Сделать это и будет урок, да? Духовный выбор. Ему нужно пройти здесь трансформацию, перемену. Примириться. Вот ему нужно внутри. Он не может сам с собой воюй, чтобы войти в новое. То есть ему нужно найти баланс, гармонию внутри себя. Он не может найти этот баланс. И это травма, и он боится. Он боится семьи, он боится создания семьи, боится создания того, что надо делиться с человеком опытом, надо делиться какими-то чувствами, надо делиться состояниями. У него нету. Поэтому я говорила ранее о том, что человек эгоцентричен и зациклен немножко на себе, он не знает, что значит забота, что значит думать о партнёре, что значит делиться. Для него это большая-большая рана. Я не знаю, с чем это связано, но это детские. Здесь травмы 100%. Давайте посмотрим перспективы ваших отношений при условии работы над собой на ближайшие полгода. То есть тоже вас ожидает в ближайшие полгода, если вы будете работать над собой. Ну и предполагательно, что партнёра будет работать. Но поскольку его нет, он, видимо, не услышит. Если вы будете работать над собой, как будут развиваться вообще отношения на ближайшие полгода. Ну, как вариант, один из вариантов здесь есть возобновление чувств, эмоций, да, вот эмоционального аспекта, да. Но мне немножко напрягает восьмёрка лука, говорящая о том, что здесь идёт потеря собственной души. Если вы будете выстраивать отношения на основе секса, без каких-то, без той душевной близости, о которой мы говорили ранее, да, и выше, чтобы перейти на другой уровень, то вы здесь потеряете, ну, как будто бы своя ориентира по жизни, то есть вы свою душу потеряете в контексте, пойдёте не той дорогой, просто-напросто. Если всё-таки произойдёт связь душевная, здесь нужно завершить все эти привязки, потому что дьявол, вот эти вот все искушения и 21 аркан говорят о том, что здесь должна произойти огромная перемена. То есть, если вы сможете отвязаться, а у вас есть привязанность, то исцелить своё сердце, поработать со страхами, оставить прошлое прозади, будет конфликт. Будете ещё выяснять отношения, вы боитесь своего собственного потенциала. Если всё-всё-всё, это произойдёт, здесь очень много надо работать, то как вариант, вы можете прийти, у вас есть шанс на исцеление по тузу кристаллов, по тузу кубков. То есть, здесь может произойти вот это вот исцеление, да, могут появиться чувства, если будете работать над этим оба. Но для того, чтобы это произошло, здесь надо кучу всего проработать. Это надо привязки, это надо исцелить своё сердце, вы своё, он своё. Поработать со страхами, идти в новое, чего мы боимся. Оставить старое позади, насколько можно вообще старое оставить позади. Здесь будут конфликты, надо будет поговорить ещё, да, прояснить много чего. Это может привести к ссорам, не нужно будет её бояться. Нужно будет здесь поработать именно с принятием и раскрытием себя своего собственного потенциала. И только после этого, возможно, по восьмёрке бубна, восьмёрке пентаклей, да, не сможет случиться этот танец исцеления. То есть здесь работы, на самом деле, очень-очень много. И если даже вы поработаете со своей стороны, а партнёр нет, то опять-таки, мне кажется, здесь не так велики шансы на развитие этих отношений. Что будет, если вы поработаете над собой? Всё будет по справедливости. Если партнёр не будет работать, а вы будете работать над собой, вы над собой, то у вас появится новый партнёр по справедливости. Да, велика вероятность того, что у вас появится новый партнёр, с которым вы сможете общаться, коммуницировать, он вам будет подстать. Здесь велика вероятность, что вы найдёте нового партнёра для себя. Вот такая вот, опять час, опять час, ну как, как можно сделать покороче расклад, я не знаю. Хотя он на одну позицию, нам, наверное, меньше вопросов просматривать. Вот такая вот у нас, такой, скорее всего, был расклад о незавершённых отношениях. Не вижу я, чтобы как-то эти отношения дальше развивались. По крайней мере, наша задача подметать, как говорил мой учитель, да, второй, подметать свою сторону улицы. А партнёр уже сам пускай решает, что будет делать. Ваши уроки, да, если вы их прошли, если вы внимательно послушали то, чему вы должны были научиться, то вы можете прекрасно двигаться дальше. Мне кажется, что вот с вашей стороны, ну, во-первых, здесь меньше уроков, да, и многие, возможно, вы их уже прошли, ощутите, то двигайтесь дальше. А то, что будет с партнёром, это, ну, как это, это уже его задача, это уже его уроки. Вот, мы не можем повлиять на других людей, мы можем повлиять только на себя. Вот такой был у нас с вами расклад, что у вашей братной связи, лайков, лайков, всё, что пожелаете. А я благодарю вас за внимание. До новых раскладов. Пока-пока.